Итак, чуваки, привет! С вами, как всегда, Говно 007. Сегодня у нас суббота, и мы разыгрываем лотерею. Для тех, кто еще не в теме, я объявляю. По субботам я разыгрываю лотерею. Если я в лотерею выигрываю миллион, то все мои подписчики, которые желают, едут все, все подписчики в Черногорию к моему корифану. Вот. Ну что ж, начнем. Сто тысяч. Повторяю, для тех, кто не знает, чтобы выиграть миллион, вот, например, я здесь поотшкребал сто тысяч, да, чтобы, например, выиграть сто тысяч, должно еще быть три раза по сто тысяч отшкребано. Ну и, соответственно, миллион тоже должен быть отшкребан три раза. Три раза по миллиону, значит, я выиграл миллион. Два раза по миллиону или один раз по миллиону, значит, я ни хера не выиграл. тысяча многие, кстати, подписчики пишут, что это херня что я только обманываю всех что выиграть невозможно чуваки, могу сказать сразу выиграть практически невозможно но тот, кто играет, тот и выигрывает а кто не играет, тот не выигрывает 90 и еще хотел сказать я-то никого не обманываю, чуваки я сам на свои деньги покупаю лотерею разыгрываю, и если я выигрываю миллион то мы едем в Черногорию это тут без базара если бы другое дело, я вам говорил чуваки, высылайте деньги на покупку лотереи на поддержание моего проекта как это делает релакс 1977 ну я-то так не делаю я же покупаю все на свои бабки у релакса своя тема у меня своя, как бы, понимаете так сто тысяч вот такие вот дела, чуваки мне для вас ничего не жалко я это уже говорил много раз и повторяю если вы думаете, что я специально делал лотерею чтобы у меня было больше подписчиков так тоже это не так мне, в принципе, все равно сколько у меня подписчиков уже многие подписчики хотят, чтобы я партнерку сделал так я тоже не делаю потому что мне не надо это маленькие деньги с партнерки вот что у нас там ну вот вот миллион вышел, видите вот миллиончик вышел уже один миллиончик есть если еще два выйдут то едем в Черногорию о! еще один миллион вышел, видите смотрите вот тут один миллион вот тут второй еще у нас раз, два, две попытки ну вторая, там еще вторая уже видно что там не миллион, там что-то другое там 150 крон всего, видите так все, чуваки два раза по миллиону последняя попытка еще одну хернюшку отшкрести если там миллион то мы едем в Черногорию жопа потеет, чуваки опять ух ну давайте давайте все вместе давайте, ну 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 Всевышний услышь нас ну пидорасы сука 60 крон короче ни одной цифры не повторилось три раза сука пидорасы сука нахер все я думал я уже выиграю и мы пойдем в Черногорию а ни хера видите ну ладно хер с ним ладно тогда, чуваки у меня еще осталось 6 минут сейчас вам расскажу еще кое про что вот например многие спрашивают как там у нас в Швеции с бабами с проститутками да да херово чуваки я вам скажу херово бабу не снять короче особо все какие то такие знаете тебе не дам проституции у нас вообще как бы нету как в СССР понимаете проституции нету проституция вообще запрещена законом при всем при этом например если какая-нибудь проститутка продает свои услуги и значит полиция нахватывает проститутку и трахальщика да как это по-русски называется то то судить будут не проститутку а трахальщика то есть закон такой продавать себя можно а покупать проститутку нельзя так что так как трахальщик покупает проститутку значит он и нарушает закон а проститутка не нарушает закон ну вот это как бы так на звук это получается моразм полный но оно так вот и есть так вот я вам хотел рассказать одну историю вот я работаю игрушником у нас на фирме работают только мужики и все они такие герои да все из себя типа крутые ну в кавычках конечно и один раз наш шеф сделал нам подарок мы поехали в Германию один день туда на пароходе день в Германии и один день обратно значит шеф объявил это за месяц что мы едем в Германию а в Германии проституция она не запрещена и там есть даже официальные бордели и вот когда все наши грузчики узнали что мы едем в Германию они очень обрадовались начали себя бить в грудь что мы сейчас когда приедем в Германию мы всю Германию поставим на уши мы всех проституток оттрахаем ну я так посмотрел на них и подумал ну наверное так оно и будет в Швеции то проституции нету бабу не снять думаю сейчас придут ребята и оторвутся вот они уже значит сели на корабль на корабле то же самое сейчас мы вот мы вот сейчас перейдем в Германию мы всех там перетрахаем приехали мы в Германию они вышли на сушу то же самое начали искать где бордель пока шли до борделя они тоже себя били в грудь сейчас мы всех перетрахаем но как только мы подошли к борделю вот тут случилось самое интересное чуваки все как по каким-то причинам начали говорить а мне типа в магазин надо а кому-то там еще что-то надо кто-то начал доставать из кошелька фотографию своей жены и детей говорил мне вообще проститутки не нужны у меня семья кто-то начал говорить что здесь все дорого дорогие проститутки хотя я вам сразу могу сказать что секундочку чуваки хотя проститутки там были дешевые это было лет десять назад наверное я думаю и проститутка там стоила всего-навсего тридцать евро там были тридцать евро сорок евро и пятьдесят евро проститутки и значит ну в общем у всех были свои отмазки и никто так и не трахнул ни одну проститутку в германии вот такой вот парадокс чуваки ну мне пришлось за всех их поработать натрахался я там конечно чуваки вдоволь конечно вдоволь да ладно чуваки в итоге это с комментами поаккуратнее то Юлька еще услышит у меня яйца отрежет ночью вот вот такие вот дела и проститутки там были на любой вкус и латинос и черненькие и русские даже были я бы может русскую трахнул но они худоватенькие были мне больше нравится знаете такие посочнее вот 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 такие вот дела чуваки вот такие вот шведы понимаете ли сначала бьют себя в грудь что мы крутые мы сейчас всех здесь перетрахаем а когда дело доходит то все ну шведы они такие вот и как бы вам сказать и в жизни такие как бы крутые знаете там права качают качают если бы как бы страна законопослушная ну а иногда бывает знаешь там на темной улице тоже начнут права качать 12 ночи где людей никого нету никто ничего не видит и вот как то вот как в торец кому-нибудь зарядишь да и все сразу значит все понимают понимаете это вот такая типичная черта на западе у людей и у американцев пока по башке не получат до них не дойдет понимаете они так и будут права качать вот в России в СССР вернее было все с этим попроще там как бы сразу было ну никто особо не нарывался потому что знали если человек здоровый да то может по башке тебе дать лучше не нарываться а в Швеции похрену если ты здоровый с тобой могут еще там разговоры вести ну пока в репу не засадишь ну ладно чуваки все тяу